Здравствуйте, дорогие коллеги! Я внимательно прослушал все ваши выступления, и мне бы хотелось обратить внимание на следующие два момента. Первое. Мы находимся сегодня в ситуации пандемии и ожидания далее вслед за пандемией очень сильного международного глобального политического кризиса. В условиях постсоветского пространства, и особенно России, как и игра этого пространства, частью этого кризиса обязательно будет выступать проблема защиты своих южных границ и идеологии вот этой защиты. Мало провозгласить нам всем себя странами, которые пытаются защититься от наступающего хаоса. Таким образом долго не продержишься. И для того, чтобы удержаться в том наступающем очень тяжелом мире, мне кажется, и России, как я друг постсоветских стран, и каждой из стран ее союзниц, надо обязательно готовиться сегодня к выдвижению некой большой миротворческой идеи, которая будет направлена прежде всего на народы стран Ближнего Востока. Ибо именно этот регион является сегодня наиболее опасным для нас всех, наиболее угроз самого разнообразного толка исходит именно из этого региона, который и так, и до пандемии был ослаблен разнообразными конфликтами, был источником беженцев, терроризма, разного рода экстремизма. А сегодня, в ходе пандемии и того, что последует далее из-за пандемии, именно этот регион начинает представлять особо большую опасность для нас всех. Какова может быть миротворческая идея для этого региона? Мне кажется, что мы уже не имеем времени для того, чтобы ее формулировать как некую большую развертленную идеологию. Скорее всего, такая идея должна опираться на понимание того, что ядром потенциальной стабилизации хотя бы в некоторых странах Ближнего Востока выступает Россия. Так вот, исходя из того, что Россия и есть это ядро, есть главный гарант возможной стабилизации в отдельных странах Ближнего Востока, но вот к этому всему нам необходимо добавить нечто более такое, менее, точнее, идеологизированное, нечто более краеведческое, более касающееся малой Родины или же судеб отдельных социальных групп, которых судьба отрвет от своей земли и забросит в Россию или же другие страны постсоветского пространства. Я имею в виду в данном случае то, что мне очень понравилось выступление Бронтоя Янговича касательно атла алтайской цивилизации в той интерпретации, которую он дал. У него идея может быть развита во что угодно, даже в глобальную некую концепцию, но вот именно сегодня, в рамках сегодняшних проблем, с которыми сталкиваемся, мы все на постсоветском пространстве, сегодня особое значение в этой идее, мне кажется, имеет региональный патриотизм. Бронтоя Янгович трактует алтайскую цивилизацию через единство, или точнее, через близость тех стран, которые в силу либо исторических обстоятельств их народы, даже их языки были связаны с алтаем, либо в силу исторических обстоятельств связаны сегодня эти страны и народы с алтаем. То есть эта идея, она уходит от проблемы политизации. Она оказывается не альтернативой, например, пантюркизму. Здесь отсутствует сам предмет спора. Когда люди принимают Алтай как некую точку, которая их связывает, но они трактуют ее как нечто такое вот уже идеологическое, тогда исчезает предмет для полемики вообще на эту тему. Зато возникает возможность выстраивать культурную политику по сближению тех людей разных национальностей и культур, которые как-то связаны с алтаем. В более узком смысле это значит, что, например, возобновление трудовой миграции из Киргизии после окончания пандемии и по мере окончания пандемии, оно при развитии идей Барантура Янговича, оно может создать для некоторых регионов России, для Южной Сибири, Якутии, Поволжья, набор культурных инструментов, которые облегчат адаптацию киргизов в этих регионах. И наоборот, киргизм это также. Эта идеология облегчает адаптацию в отдельных регионах России, которые они просто не будут воспринимать как слишком уж чуждые для себя. Адаптировать людей других культур на своих территориях – это большая проблема. Мы это видим на примере, например, Европейского Союза, который, не смотя на все свое богатство, так и не смог найти инструменты для нормальной адаптации беженцев или мигрантов по другим причинам из стран Ближнего Востока и Африки. А Россия, в принципе, более-менее находит такие инструменты. И вот одним из них, новым, может выступить вот эта идея Бронтура Янговича, применителями к Нижней Сибири, Поволжья и Якутии. Почему нет? Вот таких вариантов стихийно возникающего евразийства я вижу сегодня на пространстве бывшего Советского Союза и несколько даже за его границами, и таких идей становится все больше и больше. Это очень хорошо, потому что такой вот свой Алтай можно найти и на Западе России, и на юге России тоже достаточно силен местно-региональный патриотизм, который не противостоит столице, а является просто естественным чувством любви к своей малой родине. И такого рода идеи усиливают общую линию на выживание в нашем хаотичном мире, в котором мы сейчас стали жить. Вот я бы хотел сказать, что даже сама по себе эта формулировка «Алтайская цивилизация» она сегодня, наверное, является одной из передовых по-моему, амбиции, идей евразийского толка, которые можно назвать относительно новыми по сравнению с теми формулировками евразийства, которые мы видели раньше. Евразийство первых евразийцев классических 20-х годов оно было весьма идеологизированным, это скорее стариософия, чем нечто иное. Евразийство Александра Гельевича Дугина это абсолютно ясно выраженная, весьма жёсткая идеологическая концепция. А вот евразийство в той формулировке, в которой это звучит через идею алтайской цивилизации, это совсем другое. Это, мне кажется, как раз то, что по философии может быть вписано в современную модель мобилизации обществ перед теми вызовами, с которыми они сталкиваются в ходе пандемии, постпандемийного кризиса. И прежде всего, это хорошо вписывается в модель национальной и государственной мобилизации России для того, чтобы пережить этот кризис и стать ядром для союза стран вокруг России и для тех народов, которые обопрутся на Россию и на этот союз, находясь географически за пределами России, постсоветского пространства и этого союза. Субтитры создавал DimaTorzok